Ребята, всем привет и добро пожаловать на канал! В эфире с вами Хатабыч, а это рубрика бесплатные обзоры. Сегодня у нас на обзоре будет советская ветка, советская сторона и обозревать я буду ППД-34. Данный пистолет-пулемет является самым первым пистолетом-пулеметом, который встречается в обычной ветке прокачки. Получить его может каждый. Находится он у 103-го отдельного медико-санитарного батальона 95-й стрелковой дивизии. Собственно говоря, я и вооружил данный отряд полностью этим пистолетом-пулеметом. У бойцов он прокачан в топ на 3 звезды, а у этого бойца-медика он не прокачан от слова совсем. Для чего я это сделал? Все просто. Я буквально через пару минут пойду на полигон и сравню непрокачанную версию от версии, которая прокачивается. Но перед тем, как я начну, хочу зачитать некоторые интересные факты из жизни этого пистолета-пулемета товарища Дегтярева образца 34-го года. Естественно, этот пистолет-пулемет вооружался, бойцам выдавался и советской армии, ну а также Советский Союз спонсировал Вторую Испанскую Республику в начале 36-го года войны в Испании. Некоторое количество ППД-34 было поставлено из Советского Союза для правительства Испанской Республики. А также в Финляндии 173 штуки ППД-34 были захвачены в ходе Советско-финской операции, Советско-финской войны и использовались финнами в своей армии под наименованием 7,63 мм КПМ Венал. В Третьем Рейхе трофейные ППД-34 поступали на вооружение Вермахта, СС и каких-то еще иных военизированных формирований нацистской Германии и ее сателлитов под наименованием машинам пистоля 715 литера R в скобочках. А также в мае 2014 года было отмечено наличие некоторых единиц ППД у бойцов Донецкой области Украины. В октябре 2017 года на оружейной выставке сброя Табеспека 2017 в Киеве украинской фирмой «Алтоматик» был представлен демонстрационный образец самозарядного варианта ППД-38 с измененным ударно-спусковым механизмом, допускающим ведение огня только одиночными выстрелами, сертифицированный в качестве гражданского охотничьего карабина. Вот такие вот интересные факты из истории ППД-34. Но давайте вернемся к нашим баранам. Для комфортной записи футажей пистолетом-пулеметом Дегтярева образца 1934 года я оснастил еще два отряда. Это штурмовики 930-й стрелковый полк. Здесь у меня их 4 штуки. А также 756-й стрелковый полк. Здесь их также 4 штуки. У них у всех ППД-34 прокачан на 3 звездочки. А когда-то мы раньше говорили на 5. В те времена уже прошли, хотя это было относительно недавно. Так как это первый боевой рейтинг, скорее всего попадать мы будем на московские карты. Ну, может быть, в Сталинград. Хотя, скорее всего, и будем попадать, наверное, и в Сталинград тоже, потому что здесь не только первый БР. Есть оружие второго БРа, и поэтому общий сетап получается второго. А это значит, что мы будем попадать к немцам на третий. Может быть, но не факт. Ребята, давайте я в таком случае сравню и посмотрим, чем же отличается прокачанная версия ППД-34 от обычной, которой мы только-только новичок покупает. Ну вот, смотрите, ребята, слева пистолет-пулемет ППД прокачан на 3 звездочки, а справа буквально стоковый. Есть сразу бросается в глаза разница по урону. 6.4 против 5.3. Казалось бы, да, разница небольшая на порядок, но тем не менее, она есть, и это роляет. Начальная скорость у пули неизменная, и в обоих случаях составляет 750 метров в секунду. 920 темп стрельбы в минуту у прокачанной версии. Это хорошее подспорье. Но и 800 на первом боевом рейтинге тоже неплохо. Время перезарядки 2.3 против 2.6 в стоковом состоянии. Казалось бы, но небольшие нюансы все-таки могут повлиять на исход боя. Вертикальная и горизонтальная отдача также лучше составляет 20.12, в то время как у обычной стоковой версии 23.13. Мелочь, а приятно. А также магазин на 25 патронов. Ближайшим конкурентом ППД-34 на первом боевом рейтинге является МП-28. Калибр отличается, составляет 9 мм парабеллом. Урон немножко выше, составляет 6.8. Начальная скорость пули меньше, 400 метров в секунду. Темп стрельбы в минуту также меньше, 550. Зато больше время перезарядки. Быстрее, точнее время перезарядки. 2.2 секунды. Вертикальная отдача 27, что гораздо выше, чем у ППД-34. Горизонтальная отдача практически одинаковая. А вот патронов в магазине на 5 меньше, составляет 20. Отличается также вес. МП-28 тяжелее, чем ППД-34. И составляет его масса 4 килограмма. А теперь, ребятки, наверное, давайте посмотрим, как чувствует себя. ППД-34 в тепличных условиях. Мы пойдем на полигон. Стрелять я буду, скорее всего, вот отсюда. С этого рубежа. И, допустим, ну допустим, ну допустим. Вот. Обычная, в принципе, дистанция для боя. Это ППД, кстати, которой прокачано 3 звездочки. Не контролируя пистолет-пулемет с зажимом спускового крючка. Есть, да? А теперь посмотрим, как действует непрокачанный пистолет-пулемет. В принципе, одно и то же практически идентично, чем у прокачанной версии. Почти ничем не отличается. Но надо иметь в виду, что нужны соответствующие перки. Что ж, более наглядно. Ну вот так вот. И примерно с такого же расстояния. Так, сюда встали. Так, нет-нет-нет. Вот так вот, вот так вот. Ну, видите, да? Более уводит вправо по горизонтальному, так сказать, паттерну, что ли. Все. Пойдемте, ребятки, наверное, в песочницу погоняем, постреляем, посмеемся, пошутим и тому подобное. Рабочий поселок Восход. Ребята, рабочий поселок Восход. Мы сидим в обороне. Это, наверное, либо первый, либо второй боевой рейтинг. Я беру медицинских работников. Вот, вот, вот. И начинаем методично отстреливать врагов. Ага. И враги методично начинают отстреливать меня. Спуску не даем. Не даем врагам ни единого шанса. Опа, опа, опа. Что там? Ага, понял, понял. Танки подъехали. Ого. Все, а? Танки подъехали. Ну, все, тогда берем следующий отряд. А давайте я арту закину, да? Если получится, конечно. Огонь по квадрату, понял. Вот куда-то сюда. А это третий боевой. Смотрите, пришел огнеметчик. Пришел огнеметчик. Встаньте, встаньте, встаньте вот здесь. Ага. Нет, нет, нет. Нам надо... ППД. ППДшка нам нужна. Что-то мне подсказывает, что этот бой мы проиграем. Есть такое предположение. Ага. ПОДПИШИВАЮЩИИ. Идем. Так. ПОДПИШИВАЮЩИИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я же говорил, мы немножко проигрываем. Потеряли точку, потеряли. Потрясающе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Что они там делают, мои боты? Я не знаю. Ну, правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, уходим отсюда. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попался. Задерживаться здесь уже нету никакого смысла. Абсолютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не дайте противнику упрямиться на позиции. Ага, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, при записи футажей я не опираюсь на том, что надо, безусловно, выполнить, как бы победить в конкретной катке. Я показываю вам оружие, отряд или технику. В данном случае это советский перворанговый пистолет-пулемет на первом боевом рейтинге. Тап. Да. Не пролазит. Вот так вот весело и здорово, быстро Так вот весело происходит захваточек. Настоящий блицкрик. Я понимаю, что, чтобы победить в этой миссии, надо поставить респаун, там и тому подобное. Ну, как есть, ребята, как есть. И вот сюда. Такая уж у меня команда попалась. Ну, что я поделаю? Я не ставлю респауны, потому что я записываю обзор на штурмовиков. Вот. Вот и все. Быстренько, да? Быстренько все происходит. Смотрите, какой модный попался. Ох и модный какой, а. Там уже бегают. Сложно, сложно с третьим боевым рейтингом сражаться. Странно, я ему в лицо высадил. Высадил ему прямо в лицо, но он остался жив. Любопытно, однако. Ничего страшного. Так, это РПК. Нам нужно другое. Вот это нам надо. Пошлите. Сражаться дальше. Ну, там, там, где. Сука. Ну, вот же, ша. Вот они, вот они стоят, ребятки. Красавчики мои. Красавчики. Взорвался. Как будто бы здесь, да? Да, вот что-то тут у нас. Какие-то ампулометы стоят. А, черт, полечимся. Надеюсь, не умру. Давайте. Сильная команда попалась. Молодцы, ребята, хорошо играют. Следующая. Вот, когда три отряда с одним и тем же оружием снимать футажи гораздо проще. Кто в теме, тот меня поймет. Как это все больно. Как это все больно. Да, нет, победы не будет. Будет поражение. Огромная скорострельность у ППД-34. 900 выстрелов в минуту. Просто какая-то невероятная. 25 патронов в магазине. Урона, знаете, в принципе, хватает. В принципе, урона достаточно. Но очень быстро заканчиваются патроны. Просто, ну... Исчезают на глазах. А тут танки. Валяха, муха. Тут танки. Что делать? Как нам быть? Ну, вот и все. Доигрался. Есть у меня что-нибудь? Не, нету. Почти победил. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Видите, как все? Как оно... Как оно бывает? Что здесь и говорить? Очень хитрый, очень грамотный пропался противник. Точка наша. Срисовали нашу точку. Куда-куда-куда-куда-куда? Умер. 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 Есть. Полечимся. А иногда не хватает. Иногда урона не хватает. Враг занял половину точек, а это значит, что видосик скоро подойдет к концу. Обойдем вот здесь. О-о-о-о-ой-ой-ой-ой-ой. Третий боевой рейтинг. Здравствуйте. это это же свой был я вот что подумал наверное я не буду делать никакие монтажи вырезать конкретно этих бойцов которые бегают с ппд я покажу наверно полностью есть бой сколько бы она там видео бы не длилась общая общий хронометраж видосика на тяжело тяжело ну вот уже один остался команде бешеная скорострельность просто невероятная 3 3 3 3 такой звук прикольный и все и патронов нету ай 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 хватает ли урона на дистанции на средний до хватает стрелять отсечками надо иначе все может уйти в молоко и нету не будет никакой эффективности а иногда не хватает все патроны закончились патрончики мои да убейте меня ради бога ладно полечусь смотри как классно боты стреляют да вот находясь в технике супер добьешь меня меня патронов нету ладно черт не успел бежал бежал мансил там мансер хренов получилось ну да ладно ну ничего страшного я же обзор записываю ребят ппд 34 в бою в песочнице в рандоме вот сегодня такой рандом сегодня сейчас точнее даже попался очень серьезный очень хитрый и сильный противник противопоставить этому противнику ничего не получается да наверное и не выйдет ничего смотрите что делает а бегает бегает по тылам и риск и хочет наши все ну дела ой 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 танки 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 молодцы молодцы танки стоят там где надо граната там какая-то так но это мацан понимаете ребят это сейчас все хренат сын это был это был хренат сын не важно вообще что это было ну несмотря на то что мы проигрываем в данном в данной каточке это не значит это вовсе не значит что спд 34 плохое оружие нет неплохое далеко неплохое и пускай мы проиграли я все равно выиграл вот смотри какая рожа похмел party второе место 68 но тут еще и учитываются конечно фраги от артиллерии но не суть так что ребятки хочу сказать за этот пистолет пулемет по итогу пистолет имеет место быть он на своем месте на первом боере отличный вариант чтобы снабдить допустим штурмовика или допустим водителя газ а а а а а а а а а или пилота с пилота самолета например ну или танковый экипаж прям идеальный вариант на первом и втором боевом рейтинге вот что ж ребятушки я буду с вами прощаться видосик подошел концу бесплатный обзор но перед тем как я закончу хочу поблагодарить всех тех кто досмотрел данный ролик до конца поставил лайк оставил свой комментарий и подписался на моих социальные группы потому что хатабыч есть на твич хатабыч есть на трава хатабыч вконтакте есть в к плей лайф в общем все ссылочки на все мои социальные сети куда я выкладываю свои ролики и провожу прямые трансляции будут в описании поэтому проходим читаем подписываемся не стесняемся ребята до новых встреч всем пока пока